В предыдущей серии мы побывали в действующем руднике, в одном из самых крупных в Европе. А теперь пришло время возвращаться домой. Но без приключений посещение новых мест, как всегда, не обошлось. Итак, дорогие друзья, пришло время покидать этот гостеприимный северный город. Перед тем, как я выйду из гостиницы, хочу показать уютный номер, в котором я прожил 6 дней. Не затеял, но достаточно удобным бытом. Вот так вот выглядит этот номер. Находится гостиница практически в центре города. Правда, сам город небольшой, и пройти весь город можно буквально за полчаса. Я все-таки не перестаю удивляться красоте северной природы. Каждый раз, каждый день, когда едешь, краски поджидают новые. Необыкновенно красивые. И все равно камера не передает всех цветов северной природы. На самом деле, закат, который сейчас передо мной, багровеет буквально вот реально, багровые цвета. Но на камере, к сожалению, все это смотрится гораздо проще. Вообще, красоту северной природы, мне кажется, невозможно в полной мере передать ни в фотографиях, ни на видео. А вы бы хотели проснуться на Соловках? Да-да, на тех самых Соловецких островах, куда еще со времен царской России ссылали заключенных. Соловецких островах, где было образовано специальное лагерное управление ГУЛАГом. А я вот проснулся на Соловецких островах. Ну, правда, не совсем на островах, а в поселке Рабочий Островск. Откуда как раз и можно попасть на Соловецкий остров, где находится Соловецкий мужской монастырь. Правда, не знаю, получится ли у меня сегодня туда попасть. Потому что остров все-таки находится на определенном отдалении от берега. Я решил заехать сюда по дороге из Мурманской области в Москву. Крюк небольшой. 30 километров у города, у поворота на город Кеймс, основной трассы. И я уже практически на Соловецких островах. Итак, утро, 8 часов утра. Начало 9-го. Поселок Рабочий Островск. Окружает меня сейчас быт типичной русской глубинки. Древяные сыраи, старые дома, которые топятся печеным отоплением. Настоящий русский север. А через дорогу уже залив Белого моря. Куда уходит Буранка? Вот хорошо видны следы от снегоходов. Не знаю, получится ли у меня сейчас попасть на Большой Соловецкий остров, где и находится Соловецкий мужской монастырь. Но, по крайней мере, местную природу, залив Белого моря, я все-таки посмотрю. Эта точка наиболее далеко выдающаяся в залив, поселка Рабочий Островский. Можно сказать, самая крайняя точка этого поселка. А дальше простирается замерзшее Белое море. После общения со всеми встретившимися мне местными жителями, стало ясно, что на Соловецкий архипелаг зимой из Рабочий Островска добраться невозможно. Поразил меня тот факт, что никто из встреченных мной коренных жителей не понимал, что я хочу попасть именно на Большой Соловецкий остров. И все направляли меня к находящемуся на берегу подворью Соловецкого монастыря. Сам Большой Соловецкий остров отстоит от берега на расстоянии 45 километров. И добраться до него возможно только с июня по сентябрь водным транспортом. Поэтому пришлось мне довольствоваться прогулкой по прибрежным льдам Белого моря вдоль береговой линии. Руины, которые видны на соседней мысе, это остатки лесопирин деревообрабатывающего завода, который работал еще во времена Соловецкого лагеря особого назначения и развивался в советский период, обеспечивая работой большую часть населения Рабочий Островска. А теперь стоит заброшен. Это Кемь, дорогие зрители. Небольшой северный городок Кемска-Волость. Естественно, и здесь не обходится без памятника Ильичу. Справа находится железнодорожная станция Кемь. Достаточно крупный транспортный узел. И вот это вот привокзальная улица. Ну, может быть, она и называется по-другому, но по своему расположению это именно привокзальная улица. Да, на самом деле она называется улица Вокзальная. А в стороне от дороги находится железнодорожный мост. По дороге проезжаю Путкинскую ГЭС на реке Кемь, входящую в Кемский каскад гидроэлектростанции. Фактически у въезда в город расположены два барака, руины двух бараков. Вот именно такие бараки, наверное, и строились, когда сюда ссылали принудительных переселенцев. А это бывшая военка. Склад горюче-смазочных материалов. На самом деле по дороге от трассы на Мурманск в сторону города Кемь находится достаточно много военных объектов. Как заброшенных, так и действующих. Там в отдалении можно видеть несколько капониров. Я сейчас, правда, туда не полезу, поскольку снегоступов нету, а глубина снега очень большая. Еще одна заброшенная военка. И прямо вдоль дороги можно встретить огневые точки. А на пересечении трассы Кола, ведущей от Мурманска до Вологда и дороги на Кемь, находится заброшенный аэродром под Ужиме. С дороги хорошо видны бетонные укрытия на аэродроме. Эти арочные обсыпные сооружения предназначены для защиты авиатехники от поражающих факторов. Их типовые конструкции, обозначаемые как 2А-13, оборудованы газоходом и специальными воротами, предназначенными для отвода газов, позволяют осуществлять запуск двигателей самолетов, находящихся внутри. По пути я планировал задержаться в поселке Павенец, где начинается Беломорско-Балтийский канал. Там находится знаменитая Павенецкая лестница из 7 шлюзов. Первая достопримечательность в поселке – необычная архитектура церковь Николая Чудотворца, построенная в начале 2000-х годов, со звонницей, выполненной в виде лагерной смотровой вышки. Кажется, что храм построен из дерева, но на самом деле основная его часть железобетонная, со следами опалубки, благодаря которым и создается впечатление деревянного фасада. Вот он впереди, шлюз Беломорско-Балтийского канала, который весьма строго охраняется, и, к сожалению, здесь запрещена фото- и видеосъемка, поэтому нормально снять сам шлюз, есть возможность только вот так вот из машины, когда тебя никто не видит из охраны. В прошлый раз, когда мы ездили в Мурманскую область и проезжали как раз шлюзы Беломорско-Балтийского канала, здесь у нас произошел не очень приятный инцидент с охраной, в результате которого мы лишились флешки с отснятым материалом. Правда, отобрала его не охрана, а просто как бы в процессе беседы с охраной мы эту флешку потеряли. А вот находящийся впереди домик, перед шлюзами, в нем находится помещение управления шиберными затворами, через которое обеспечивается сброс воды из канала. Вот в речку ниже. Вот так вот здесь все это строго охраняется, за забором с колючей проволокой. Кругом можно видеть камеры. Территория шлюза является закрытой зоной. А вот впереди виднеется территория еще одного шлюза. На самом деле здесь система шлюзов, каскад шлюзов. В период постройки изначально всех шлюзов Беломоро-Балтийского канала, он относится как раз к 30-м годам 20-го века. А вот впереди виднеется еще один шлюз. Если мне память не изменяет, здесь система из семи шлюзов, каскад конструктивно, по крайней мере внешне, создается такое впечатление, что все эти шлюзы, они выполнены очень похоже. Здесь же вдоль шлюзов располагаются жилые дома, поселки. Очевидно, строилось это все для людей, которые должны были жить здесь и обслуживать эти шлюзы. Хотя рядом находится город Медвежьегорск. В принципе, персонал могли вполне возить и из Медвежьегорска. Ну вот такая небольшая у меня обзорная экскурсия получается вдоль системы шлюзов Беломоро-Балтийского канала. И сейчас я тоже продолжаю движение по лесной дороге, проложенной вдоль канала. Справа там канал. Уже нету периметра, уже нету заграждения, потому что систему шлюзов я уже проехал. Рядом со шлюзами Беломоро-Канала находится симпатичная водонапорная вышечка годов 50-х 20-го века постройки. Но, вероятно, мне не судьба сюда забраться, потому как внутри напрочь отсутствует какой-либо намек на лестницу. Впрочем, как и снаружи. С верхней точки этой вышки была мысль снять Беломоро-Балтийский канал, но, увы. Зато в основании этой вышки можно видеть такую симпатичную чугунную запорную арматуру. Корпус, точнее, запорной арматуры сохранившийся. И, скорее всего, датируется он тоже где-то 1950-ми годами. Вот такую добротную чугунину тогда делали. Вот так выглядят сердцевины этой вышки. Здесь, собственно, и должна была проходить, точнее, когда-то проходила напорная труба. А там подвал, та часть, которая уходит к запорной арматуре. Жаль, но подняться на эту вышечку, увы, не удастся. Однако вид с этой вышечки мог бы быть красивым. А к башенке, однако, я шел не зря. На башню я хоть и не попал, зато здесь находится уникальное место. Остатки доменных печей Павенецкого железоделательного завода, основанного в 1703 году Петром I. И завод этот производил различные металлические изделия, в том числе пушки, ядра, шпаги, а также снасти для молодого российского флота. Сейчас это все, к сожалению, к огромному под снегом, но частично можно видеть вот эти вот выступающие глыбы камня. На самом деле, когда-то это были доменные печи. Более 300 лет тому назад. Место действительно оказывается уникальное. А вот корпус этой печи, построенный из камня. Но, к сожалению, все остальное скрывает большой-большой слой снега. Несмотря на глубокий снег, я все же решил подняться, подойти поближе, посмотреть. Вот это вот, очевидно, была труба самой этой доменной печи. К сожалению, вся остальная конструкция, она находится сейчас под снегом. А окружает это историческое место частные погреба. Причем их тут достаточно много. Рядом с поселком во время Великой Отечественной войны проходила передовая линия обороны советских войск. И вполне возможно, что как раз вот это было брендажами, переоборудованной уже позже в частные погреба. Удивительный парадокс. На улице минус 20 градусов, и при этом густой-густой туман. Почти сказочное шоссе в Вологодской области. На пару десятков метров перед машиной уже ничего не видно. Вот он густой, как молоко-туман. Видно вперед буквально на несколько делений разметки, и впереди белое-белое молоко-тумана. Такого тумана не видел давно уже даже летом. Итак, дорогие друзья, на этом завершается мое очередное путешествие на север. Я въезжаю, подъезжаю к Москве по Ярославскому шоссе. Мне осталось проехать всего пару десятков километров. На этом я, дорогие друзья, прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего. Не сидите дома, путешествуйте. Выбирайтесь, смотрите новые места, получайте новые впечатления. Это очень здорово. Кстати, не забывайте ставить большие пальцы вверх и подписаться на наш канал. Еще раз всего вам самого наилучшего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok